Ай-е! Всем большой привет, дорогие друзья! Это канал Хижина Музыканта, и меня зовут Раиль Арсланов. Сегодня будем разбирать замечательную, новую, клубную, зажигательную песню Елены Темниковой «Импульсы». Если не знаете, что за песня, это та самая песня «Ночь не отпускает». Да. Наверняка многие из вас прослушали уже мой кавер на эту самую песню. Если нет, внизу будет ссылочка на этот самый кавер. Сегодня разберем эту самую песню, но прежде чем приступим к разбору, друзья, я хотел бы вас немножко отвлечь от Елены Темниковой, от ее фигуры, и поделиться одной новостью. На ютубе открылся еще один хороший музыкальный канал под названием «Мьюзик Джоб», внимание которого направлено не на разборы, как обычно, не на каверы, а именно на саму личность музыканта. Друзья, наверняка многие из вас в детстве мечтали стать настоящим эстрадным музыкантом. Парень по имени Глеб решил встать на путь музыканта. Всем привет, друзья! Меня зовут Глеб, и сегодня на нашем канале стартует новый музыкальный проект. И называется он «Путь музыканта». Решил идти к своей мечте и открыл вот такой вот лайв музыкальный канал, именно лайв, на котором вы сможете посмотреть типичные будни музыканта, как музыканты живут. У него есть ролики, как уличные музыканты зарабатывают, сколько зарабатывают, как это происходит, и многое-многое интересное. Не упустите, друзья, данный интересный музыкальный канал. Обязательно подпишитесь на него, ссылочка будет в описании под видео. Вставайте вместе с нами на путь музыканта. Я спуск мембраны впускаю звук, и там изнутри играет сердцем стук. Мы высоко в разноцветных тонах, на какой частоте унесет небо нас. Ночь не отпускает, ночь не отпускает, ночь не отпускает нас, а нам беспощадно. Ночь не отпускает, ночь не отпускает, ночь не отпускает нас, а нам беспощадно. Импульсы города накроют опять, слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять, от них не убежать нам. Импульсы города накроют опять, слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять, от них не убежать нам. Ребята, только что прослушали мой кавер на песню Темникова «Импульсы». Долгое время думал, как же классно так по-минималистически сыграть вот это место, где остается гитара, в нашем случае, и голос. А в оригинале та же самая комплектация, просто вместо гитары там звучит электронный инструмент. Вот и все. Ну, там все так минималистически сделано, без лишних звуков и примесей. Минимум инструментов, больше лайтовости и кайфа. Ну, давайте приступим к разбору, друзья. Тут вообще смешно, давайте посмеемся, ха-ха-ха, вместе со мной. Два аккорда, ребята, два аккорда. В оригинале песня опять строится в какой тональности? Догадались уже, наверное. До минор, ЦМ, третий лад. Песни Грида, Мото, ЛХ-24. Кого только не перечисляй, все основные песни строятся у них на этих аккордах. Тональности до минор. ЦМ аккорд зажал я на третьем ладу нижней посадкой. Нижней посадкой я называю барэшные аккорды формы АМ. Вот мы его сюда ставим и ЦМ получился, третий лад. На картинке, если что, сможете увидеть. Следующий аккорд ровно на четвертом ладу располагается. Прямо по соседству. Тут уже верхняя посадка, потому что аккорд форма Е. Ну, это такая небольшая моя концепция, скажем, мой принцип разграничения аккордов барэ. Вот аккорд А, Б, Ля, Бемоль, Мажор. Ну, если хотите более примитивно, G-решёточка. То есть, Соль, Диез. Та же самая нота, что Ля, Бемоль, Мажор, А, Б, Что, Соль, Диез, Мажор. Два аккорда, да? На всю песню. Вот и всё. А теперь покажу свою тональность, в которой исполнял я эту песню. Конечно же, я транспонировал основные аккорды, потому что мне удобнее петь в другой тональности. Я исполнял в тональности Соль, Диез, Минор, G-решёткой М. Второй аккорд, там Е. Очень удобно, да? Не надо будет барэ зажимать. Мой кайлер, друзья, вы уже прослушали. Примерно знаете, что к чему. Всё начинается со вступления. Я делаю слайд на шестой струне. Вниз, да? Потом блокирую струны и большим пальцем удаляю по струнам. Ну, приём тамбуру. Раз, два, три, четыре. Потому что темп песни четыре. Потом начинается игра. На одном аккорде сидим. На Соль, Диез, Миноре. Что я делаю? Дёргаю бас, три нижние струны вместе. Хлопок. То есть... При этом, друзья, три нижние струны, после того, как их воспроизвели, нужно сбросить. То есть коротко сыграть. Для этого нужно расслабить левую руку. То есть бас, три нижние. Расслабили. Вот расслабил. Но не отпускать, конечно же. Бас, три нижние. Хлопок. Потом бас. Снова шестая. Бас пятая. Три нижние снова. Расслабили. Хлопок. И снова три нижние. Таким образом, нужно сыграть. И в темпе это будет звучать круто. Всё за счёт чего? Вот за счёт отрывистого звучания аккордов. Ещё раз повторим. Бас. Три нижние струны. Расслабили. Хлопок. Потом бас шестая струна. Бас пятая. Три нижние. Расслабили. Хлопок. И снова три нижние. Итого. Сыграли два раза. И начинаем уже петь. Пошёл первый куплет. То же самое делаем на аккорде Е. Но здесь расслаблять пальцы не получится, потому что открытый аккорд. Но те же самые щипки нам нужно сделать всё-таки в правой руке, без изменений. Итого. Бас. Три нижние. Хлопок. Бас. Бас. Три нижние. Хлопок. Три нижние. Ещё в конце. Ритм. Друзья, самое главное это ритм. Из чего он состоит? Из паузы и из самих ударов. То есть между ударами пауза может быть длиннее, короче. Вот это нужно правильно воспроизвести. То есть смотрите. Я сначала очень долго дёргаю бас. Точнее звучит бас очень долго. Потом три нижние. Хлопок. Потом воспроизвожу три нижние. И хлопок. И всё это происходит быстро. Но первый бас звучит очень долго. Да? Потом бас, бас. Три нижние. Хлопок. Вот здесь уже в конце всё ровно. А в начале бас звучит дольше. Ещё в конце три нижние дёргают. Понятно, да? Вот возьмите кисть таким вот образом, чтобы он походил на то, как будто бы мы держим мячик. Вот. А круглую нужно расставить пальцы, и чтобы пальцы соприкасались друг с другом. Тогда струны же очень близко расположены. Тогда вот воспроизвести их будет намного комфортнее, нежели когда у вас пальцы растопырены, и таким образом пытаетесь сыграть. Всё компактно вот, собрано. И в руке будто держите мячик. Пробуем петь ещё раз. Я сквозь мембраны впускаю звук, и там изнутри играет сердце стук. Мы высоко в разноцветных тонах, на какой частоте унесёт небо нас. Вот и всё, первая часть куплета спета, дальше начинается, по сути, продолжение куплета, но уже другим приёмом мы это всё исполняем. Прикладываю ребро правой руки к басовым струнам, вот здесь на порожек. Прямо ставлю, да? И щипком большого пальца воспроизвожу басовую струну, шестую. И получается, нам нужно создать эффект саб. Только на вторую долю теперь его будем дёргать. Мы привыкли дёргать струны на первую долю басовой, потому что это бас, бас главный должен на первую долю, как обычно. Но здесь мы его будем дёргать на вторую долю, имитируя сабы. Ну, классный приём будет. Смотрите, что такое вторая доля. Есть первая доля, есть вторая. То есть она слабая, а первая доля – это сильная. Первую пропускаем, можете вот ногой стучать себе первую долю, а вторую долю воспроизводить на шестой струне. Надеюсь, у вас всё получается. Две ноты. Соль, Дес, минор. И ми. Открытая шестая. Вот и всё, поёте. Ночь не отпускает, ночь не отпускает, ночь не отпускает нас, она беспощадна, не пульси. Дальше пошёл припев. Всё просто. Какая мелодия в голосе в это время? Третья струна на первом ладу, вторая на четвёртом, потом на втором. Вот эту мелодию нужно петь. Ночь не отпускает. Чтобы мы не гуляли, где попало по мелодии. Обязательно повторите вот эти самые ноты. Ночь. Поймайте голосом. Дальше идёт вторая струна на втором ладу, потом открытая и снова на втором ладу. Потом первая на втором ладу, потом открытая два раза и вторая струна на четвёртом ладу. После того, как потренируетесь, начнёте попадать в эти ноты голосом, можно уже петь. То есть, первую доль давите ногой, а вторую дёргаете здесь. И поёте. Дальше пошёл припев. Начинается полноценный бой. Аккорды те же. Берём аккорд G, решётка M. Соль, Диэс, минор. Сначала посмотрим основу этого боя. Вниз, ногтями вниз, вверх большим пальцем, хлопок. Ещё раз. Дальше. Вниз, вверх, хлопок. Три движения нужно сделать. Раз, два, три. Раз, два, три. Три движения. Два раза. Но по ритму они все отличаются, ребята, заметьте. Второй удар вниз намного дольше. То есть, вниз, вверх, хлопок. Дальше усложняем этот бой. Вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, сверх. Просто добавили пару ударов. Вверх, вниз. Ещё раз. Вниз, вверх, хлопок. Вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. Это клубный бой. Мой любимый клубный бой. Вот и все Еще раз вниз, вверх, подбук, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх Да? Поехали То есть один раз прошли этот бой, еще раз начинаем сразу, без пауз И все, в темпе это звучит просто красиво. То же самое делаем на аккорде D. Поете припев, припев пошел, ребята. Медленнее петь, конечно, усложняет. Теперь попробуем чуть быстрее. Дальше идет проигрыш. Два раза проигрываем аккорд G, решетка M, E. Еще раз и начинается второй куплет. Он ничем не отличается от первого. Также играем тот самый первый бой. Мысли неспешно оставим след. Почерк ночи скрывает след. Где-то вне зоны все на мигах. И суета словно замерла. Что не поем-то для кого игра? Ребята, надеюсь у вас сегодня все, что я показал, получилось разучить на гитаре. Если нет, друзья, хочу вам посоветовать свой самоучитель игры на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней». Это уникальный курс, который я создавал долгое-долгое время. Он вышел в этом году. Он очень-очень еще актуальный. Друзья, в этом курсе я беру вас за руку и вместе с вами прохожу путь начинающего гитариста. То есть от и до, от а до я мы с вами изучаем гитару, аккорды, баре, строение, струны, переборы. И очень-очень много интересных секретов я еще там раскрываю, друзья. Почему этот курс уникальный? Он уникален тем, что вы за очень короткий срок сможете освоить гитару. Это реально. Просто поверьте. Ссылочка на курс, дорогие друзья, будет в описании под видео. Заходите туда, кликайте, смотрите, читайте полную информацию и все будет у вас отлично. Ну а мы, друзья, уже заканчиваем данный разбор. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставим лайк, если понравился ролик. Набираем 700 лайков. Выходит следующий разбор на такую же классную песню. Обязательно. Все будет, все прибудет. С вами был Раиль. Не забывайте подписываться на музыкальный блог Хижина Музыканта, чтобы быть в курсе всех новых топовых разборов и кавер. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok